А с озеленением это можно все создать. Студентка Эльвира Закирова делит правый берег реки Меликеска на шесть зон. Здесь будут места для спорта, бизнес-зона, детская площадка, жилые дома и уголок природы. Прошли всю территорию пешком, отфотографировали, очень много в интернете стратегии развития города. Все хотели сделать так, чтобы этот проект был для жителей, он был настолько комфортным, не просто на бумаге. Илдар Илдар Ханов сам из Челнов и говорит, что местные проблемы ему хорошо знакомы. Он хочет благоустроить территорию заводов бетона и силикатного кирпича. Для достижения цели предлагается снести постройки. У нас старая часть города и новая часть города разделены Орловской и территорией завода и частью бетона, силикатного кирпича. Нету целостной городской ткани, она разорвана. Так, свои взгляды на челны будущего представили шесть пятикурсников Казанского архитектурно-строительного университета. Проекты – это их дипломные работы. По ним в Орловке новый универмаг, в Замеликесье – современная набережная. Это мы опробируем какие-то идеи на отдельных локальных участках. И то, что из них находит поддержку, и как-то мы видим, что это реально, оно, естественно, будет дальше развиваться, но уж не в прямую, прям вот как здесь. Как отмечает руководство Автограда, идеи интересны, но не все воплотимо. Где-то есть частные земли. Сегодня город, вы заметили, город растет вверх. Растет, растет вверх из-за тесноты пока, да, но потом со временем будут сноситься, изябь снесется. И вот программа «Реновация» по Москве. Смотрим, ждали на вас. Пятиэтажные дома уже все стали сносить. Мы тоже придем к этому. Песа не будет в таком виде. И в пятиэтажах, в 50-й комплексах, вот такие, века районы, когда-то лет через 20, они совершают другие годы. Какими в итоге будут челны, еще предстоит анализировать, обсуждать и утверждать. В любом случае, это шаг в будущее, и его нужно было сделать. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Ильша Таюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережная Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова